Привет друзья! Польша заявила о том, что хочет поддержать Украину, переслав ей оружие безвозмездно. Дело в том, что до сих пор нам оружие пересылали в такие страны, как прежде всего Великобритания и Соединенные Штаты. Ну конечно Турция, Турция, без Турции никуда. На очереди Эстония, Латвия, Литва с американским же опять-таки оружием. Чехи тоже, да, это как я говорил, там больше 4000 гаубичных снарядов, для наших пушек нам этих снарядов не хватает. Ну и теперь вот Польша. Польша заявила, что готова передать современное, я так понимаю, польское или американское оружие в Украину безвозмездно, то есть без денег. Это все к тому же укладывается в очень такую интересную канву. Помните, я вам рассказывал уже о том, что Борис Джонсон, премьер Великобритании, предложил эдакий новый тройственный союз из Великобритании, Польши и Украины. Дело в том, что из ЕС Англия вышла, потому что не считают его продуктивным для себя. А что касается НАТО, НАТО, сами видите, какая структура, она очень раздута, она очень большая. И она из-за того, что там очень много стран и очень раздуто, скажем так, управление, эта структура не в состоянии реагировать на быстро меняющуюся обстановку, особенно в плане того, как поступают диктаторские страны типа России, либо же Белоруссии, которым не надо ни с кем ничего обсуждать, которые просто дают команду и армия пошла вперед. Одно дело, когда она попрет на НАТО, а другое дело, когда на соседей НАТО, где требуется масса всяких там согласований, которые, короче говоря, утопят любую хорошую даже инициативу. Так вот, такой вот тройственный союз из Великобритании, которая является довольно решительной страной в плане обуздания любой агрессии, любого диктатора. Польши, которая сама пострадала от Советского Союза, будучи оккупированной с 44-го года по 89-й, если я не ошибаюсь. И Украина, которая была оккупирована Царской Россией, потом Советским Союзом. То есть все эти страны так или иначе пострадали от Советского Союза или же его предшественника Царской России. И, соответственно, довольно решительны в борьбе против наследующей Царской России и Советского Союза. Путлера, Лукашенко, ну и прочих негодяев, которые не дают жить нормальным людям. Соответственно, вот Польша, один из участников этого Тройственного Союза, решила помочь другому, то есть Украине. Соответственно, польский министр обороны первый раз после вступления в должность позвонит украинскому Резникову. И они решат, когда и какое вооружение из Польши будет безвозмездно передано в Украину. Ну что же, спасибо, мы это помним, как помним и то, как нам помогла Германия.